26-летний алмагенец Ганнибет Нусипахмед живёт в окрестностях Коктубе. 5 января, в день протестов, которые перетекли в беспорядке, от огнестрельного ранения погиб его сосед и одноклассник. Ганнибет помогал семье покойного. 8 января, когда он возвращался с продуктами для организации поминок, попал под обстрел. В это время на подъездах к Коктубе выставили блокпост на фоне сообщений о возможном захвате телевышки участниками погромов. В машину Ганнибета попало около 20 пуль. Одна из них прошла через тазовую кость парня. Когда машина остановилась, военные убедились, что в столу небезоружный человек. Они вызвали скорую, которая доставила Ганнибета в больницу. В конце января по этому факту возбудили уголовное дело. В начале февраля установили фамилии стрелявших, но никто из них не задержан. По словам общественного защитника, в январе родители Ганнибета подписали документ, в котором говорилось, что они не имеют претензий. На этом основании Ганнибеты лишили статуса подозреваемого. Следователь говорит, что заявление написано без принуждения и статус не будет пересмотрен. Ганнибет выписался из больницы 13 января. Следователь организовал очную ставку со стрелявшими. По словам парня, они обещали компенсировать материальный ущерб. Но три месяца спустя никто из представителей власти не пришел и не предложил помощь. По официальным данным, в январских событиях погибли 238 человек. Около трех тысяч получили ранения. Власти предоставили семьям погибших военных и полицейских квартиры. Получившим ранения силовикам из Фонда народу Казахстана выделили 318 миллионов тенге. Продолжение следует...